Итак, всем привет, с вами Дабгай. Продолжаем играть за Российскую Империю в Great War Redux, про Первый Мировой мод. Продолжаем мы наш конфликт с Персией, в принципе ничего нового. Ладно, на самом деле мы начали уже воевать с Германией, и судя по всему Германия вообще не может ничего там сделать. Ну да. Здесь еще, кстати говоря, истребители немножко летают, и должны дать микро превосходство в воздухе. И вот я буду микро бомбардировать их. По фоксам мы вышли в аграрную реформу. Ну мы сейчас получим минус 10 ТНП. Да, у нас 21 сейчас. И мы еще, я думаю, выйдем во всеобщую мобилизацию, возможно. Просто мы, смотрите, еще чуть-чуть поддержку войны повысим, и можем реально выходить. В общем, мобилизация, затем еще нажать женский труд, и все окей. Только опять же, надо с поддержкой войны разобраться. У нас, если говоря, можно перевиновать в Санкт-Петербург, в Петроград практически. Да, давайте так и сделаем. И, кстати говоря, у нас тутимское унижение дает минус 25 к поддержке войны. Это очень много. Это нам очень мешает. Но ничего не поделать, потому что сейчас мы все равно пойдем вот сюда. Потом в ячейку. Ячейка не так важна, как убрать себе минус припасы. Вот. Вот эти вот фокусы мы тоже потом возьмем на клаймы дополнительные, чтобы захватить его в мире. Но я думаю, после того, как мы завелаем вот эти фокусы, мы, наверное, пойдем все-таки в ВВС, чтобы делать все самолеты. Есть, конечно, шанс пойти в танки. И знаете еще, что я думаю? Почему есть смысл туда пойти? Потому что у нас будет военное сотрудничество. И у союзников будут, скорее всего, танки. Потому что есть на это фокусы. Так что нужно будет посмотреть. Может еще в танки пойдем. В любом случае, поехали. Время... Пока что не контратаковать. Пока что давайте выдержим некоторую паузу. Да. Отфармимся. Здесь бы я еще хотел еще один левел получить и мастера снабжения получить. Подождем, пока они потратят какие-то свои ресурсы в атаке. И потом здесь контратакуем. Плюс, я еще думаю, мы можем атаковать в Турции буквально вот уже. Давайте вот так вот тоже сделаем. Чтобы здесь было снабжение. И в Турции, да, можно уже атаковать. Плотность сейчас доремонтируется немножко. И мы вот, собственно говоря, им тоже начнем действовать. Здесь адмирал поставили. Колчака на севере. У него есть неплохие перки. И на юге здесь, в Прибалтике, можем, наверное... Вот этот парень очень хороший. Давайте его все-таки и возьмем сюда. Единственное, он, конечно, меньше опыта будет получать. Но что поделать. Поехали. Повысили еще здесь количество верхней на ремонте. У нас кучу плота надо поремонтировать. В США, ну, за протесты, господи, удачи. Ильсенбург капиталировал. Сербия вступает в войну. Там Болгария и Румыния в один момент может войти. Нам бы туда тоже иметь армию. Ну, я думаю, вот это вот будет сейчас обучаться. Давайте уберем вот так. Пускай они обучаются потихоньку в тылу для потом Балкан. Ну да. Италия, Германия. Здесь я вижу, Германия где-то как будто проходит. Французы, блин, порты прикрывают. Серьезно. Все, вам скорее успешно, чем неуспешно. Мы же однозначно успешно. Хотя вот здесь вот я вижу, что они очень пытаются нас количеством давить. Но я не думаю, что это прям таки может получиться. Мы можем просто вот отсюда поддержку прислать и сёк. Ну да. Брюссель захватили. Непобедима? Не, не, не. А можно французы фронт займут? Я был бы не против. Здесь мы готовы. Так, надо, надо, чтобы они там не пробивались. Разузы просто фронт не держат вообще. Может им туда армию послать, я не знаю. Потому что они что-то очень слабо себя показывают. И смотрите, они реально, немцы реально просто давят количество. Но мы можем просто рефорсить обратно. Так что все у нас окей. Они же на это теряют очень много ресурсов. Нам, кстати говоря, предлагают линдлис. Возьмем. Конечно же, возьмем. Здесь у нас пока ничего не нужно. Кроме военной пропаганды. И вот просто, ну, они теряют очень много на это. Просто можно посмотреть. Кроме вот этого вот. И реально 13 тысяч снаряжения. Очень-очень быстро они здесь сгорают. Готово у нас аграрная реформа. Супер. Поехали в инфраструктуру уже. Исследовали мы истребители-1. То есть сразу же начать их строить. Причем прям реально сразу же. Даже, наверное, не будем уже доделать. И поездами чуть пожертвуем. И допкой чуть-чуть пожертвуем. И машинками чуть пожертвуем. И даже, я думаю, пожертвуем чуть-чуть артиллерии. Но все-таки сибирь и гаубицы мы, я думаю, не сделаем уже. Там и нужны истребители для превосходства. Артиллерию мы еще настраиваем, чтобы добавить ее потом в нашу пехоту и ей контратаковать. Союзники реально сюда войска отправляют. Зачем? У вас, блядь, здесь по одной дивизии. Что вы делаете? Французы, вы нахуя в Россию приехали? Вы Францию защитите хотя бы. У меня вообще ноль проблем. Здесь, кстати говоря, можем начать попробовать наступать. Думаю, шансы у нас неплохие. Вот здесь вот плохие, ладно. Обманул. А вот здесь вот неплохие. Здесь у нас в Турции дела пошли так себе. Давайте подостановим наше наступление. Не будем мы здесь никуда спешить. Здесь я вижу, у нас в принципе все неплохо. Можно чуть-чуть продвинуться, но... Но аккуратно, не стоит переборщивать. Здесь просто реинфорсим постоянно. И у нас здесь все отлично. Хоть и показывается красным, но это потому, что у них просто периодически резервы подходят и атакуют. По статам, видите, в целом у нас почти равная ситуация. Конечно же, у нас защита огромная. Их атака чуть побольше. Но не слишком, не слишком. Более того, мы вот здесь вот сейчас можем вообще попробовать окружить какие-то части. Астровенгерские. И я начинаю делать шпионское агентство. Потому что у меня есть на это некоторое количество фабрик. Очень хорошенько мы здесь пробиваемся. Я думаю, мы успеем вот дойти до у них пункта снабжения. Нужно еще немножко побольше войск отправить под прикрытие. Но очень солидно, очень солидно. Мы сейчас реально, видите, им снабжение перерезали здесь. Можно вообще до конца окружить. И, да, очень уверенно мы себя здесь чувствуем. И, ну, да, мы не смогли сейчас это окружение добить. Но в очень опасном состоянии находятся астровенгерские войска. Здесь нам только не надо атаковать. Здесь мы постоянно находимся под атаками немецкими. Но нет, на самом деле только теряют просто на этом людей и снаряжение. Причем, ну, я бы сказал, очень так солидно. Да, если мы возьмем, опять же, статистику. Ну, очень-очень много. И есть инфраструктура. Выходим, наконец-таки, в снабжение. Уж очень нам его не хватало везде. А здесь реально у лондонты все очень плохо. Они начинают небольшие территории Франции терять. И здесь... Здесь нет, здесь же нормально все. Хотя вот тут потеряли, видите, часть. Короче, французы как-то себя так себе показывают пока что в этой войне. Мы... Мы же... Максимально хорошо. Давайте подстроим еще немножко вот этого. И затем будем тактические брать тоже. Исследовать. Сейчас инженерную качаем, потому что, ну... Приклюна здесь много где раляет. И потом начнем здесь качать все тактические первые. Возьмем бафы тактических. Будем качать тактические вторые. Вначале мы тут очень важные техи. Взяли себе здесь прорыв очень важный. Взяли наземную атаку ночную, очень важную. И теперь мы реально все должны чувствовать намного лучше. Мы, в принципе, уже готовы контратаковать. Кстати говоря, вот этот парень уже откачался до 6 левела. И скоро сможет взять себе минус потери припасов еще. Укачиваемся нашим генералом, который уже может пехотного лидера. И реально скоро будем здесь в контрнаступление идти. Мы сдержались отлично. А, ну, если кому-то еще вдруг интересно, то да, война в Персии все еще, ну, продолжается. И я не знаю, когда она закончится. Возможно, никогда. Возможно, это будет самым долгим конфликтом по истории человечества. Больше, чем Столетняя война. Ну, это уже идет несколько лет, вот этот конфликт. И реально он, он закончится. Кстати говоря, пробились вот здесь вот еще на одну провинцию. Каждая провинция здесь очень важна. Такое время. И теперь будем пробиваться в СБУ. И заканчивается это окружение австрийское. Очень уверенно мы здесь действуем на вот этом вот локальном австрийском фронте. И немецкое тоже наступление сдерживаем отлично. И, кстати говоря, будем мы по-сегодня попробовать наше флотное тоже действовать. Посмотрим, можем ли мы найти какой-нибудь флот немецкий. А если найдем, то сможем ли мы с ним бороться. Допустим, австрейнгерский здесь. Господи. Знаете, сейчас вот мы докачались до теоретического мастера снабжения. И я понимаю, что снабжения у меня начинает хватать. Да. У меня устраиваются потихоньку поезда. У меня по ним проблемы некоторые. Но в целом, максимум желтые коробки. Вот лучше я возьму себе 5% атаки пехоты. Вот всем вот этим вот парням. Это будет чуть-чуть полезнее, я считаю. Сербия капитулировала. Это неприятные новости для нас. Значит, австрейнгерские войска сейчас смогут освободиться получше. И сюда вот будут потихоньку перетягиваться. Есть у нас минус дебаф. Идем в ячейку. И после этого пойдем в авиацию, я думаю, все-таки. Начнем с авиации. А потом уже будем заниматься другим всем. У нас, видите, эта авиация на самом деле очень даже полезна. Минус 14,5% защиты дает уже. Это только будет чуть-чуть повышаться. Кстати говоря, мы реально нашли австрейнгерский флот вот здесь вот. И заставили его отступить. Приятные для нас новости. Можем еще попробовать здесь с немецким побороться. Единственное, организация у нас не полная. А, но здесь под лодки. Но есть шансы... Ага, мы не успели сюда зайти. Есть шансы все равно найти немецкий какой-нибудь флот и с ним побороться. Хоть они и не такие большие. Здесь, кстати говоря, болгарские и турецкие корабли имеются. Ага. Вот здесь вот мы гоним, к примеру, болгарские корабли, которые попробовали защитить турецкие конвои. Короче говоря, ставим наш флот на ударное соединение и будем здесь немножко действовать. Здесь я как-то не нахожу. Смотрите, он не спешит. Но это под лодки, ладно, может под лодки не отвлекается. Но не сильно битвы морские происходят, к сожалению. Я бы хотел увидеть их побольше. И, как я и говорил, мы поставили себе всеобщую мобилизацию. Теперь у нас минус 3 ТНП. Кайфуем. Я построил женский труд, так что у нас теперь мэнпауэр все еще должен оставаться в нормальном состоянии. Да? Отлично. Вторая уже порция истребителей сюда подъехала. Теперь там минус 21% тоже растет. Очень солидно. И мы еще здесь, кстати говоря, начинаем потихоньку пушить. Я думаю, можем начать вот такую уже операцию. И вместе с этим давайте часть истребителей сюда отправим тоже. Не знаю, насколько это нам поможет. Но, как должно там, в теории должны быть ультраслабые истребители. А, смотрите, здесь сразу беда. Нет, давайте тогда не будем. Отойдите отсюда. И как здесь беда, есть просто такой момент, когда у нас еще никто не отступил и зарегенится. Так что нормально все. И в целом даже здесь они держатся потихоньку. Очень плохой тайминг, надо чтобы хоть кто-то отступил с низкой аргой. Зарегенился, вот он как раз какие-то. И обратно в бой. Нормально. И мы реально поддушиваем немца уже под Кёнигсбергом. И в отличие от исторического прорыва, я думаю, мы останавливаться не будем. Ну да, ситуация, соответственно, такая же, как до этого была. Здесь мы... Пешно держим, хотя видите, здесь где-то периодически красное появляется. Но здесь мы уже начали давить. Ставил еще здесь на прорыв, докачали мы все доктрины. И да, с потерями я чувствую. Ну да, с некоторыми потерями вполне себе. Но мы пробиваемся. И я думаю, сможем успешно пробиться в итоге. А еще и на этом фронте тоже потихонечку, потихонечку, но вот это кольцо закрываем. Не слишком успешно, но мы никуда и не спешим. А пока что вы, скорее всего, просто теряют свое снаряжение. О, смотрите. Англо-русский договор. Ставец Перси напряженная. Решил полностью оккупировать южную территорию, чтобы турецкое выступление. И... И нам Перси тоже подарили. Все-таки этот конфликт когда-то закончился. Неужели? Давайте сразу же вот так вот сделаем. Да. И Россия выдвигает ультиматум. Это на Персию, наверное, да, получается. И на эту территорию поддержка войны и совпутная доктрина. Это приятно. Это реально приятно. Хотя у нас уже доктрина выкачана, так что не сильно это нам что-то сделает. Смотрите-ка, Персия объявила нам войду там. Видимо, какое-то восстание или что. И нам нужно туда войска какие-то отправить. А у нас особо-то и нету свободных. У нас здесь все очень заняты. Здесь войска пытаются Кеннезберг окружить. Шансы на это неплохие. Какие вообще там у этих ребят войска? Может, там нет войска, нам не о чем волноваться? Ну, микровойска. Буду надеяться, что вот здесь вот кто-то что-то с этим сделает. Но если что, просто чуть-чуть отступим и не будем их держать, эти территории. Кстати говоря, сражаемся мы здесь в море и достаточно успешно. Здесь какие-то еще немецкие корабли даже, болгарские. Да, мы контролируем море. Хотя, конечно, скорее всего только из-за того, что Германия сюда больше сейчас своего плота не отправила. Все-таки в Германии здесь достаточно серьезный флот. Почему-то я не могу переначиваться сюда так. Ну ладно. И очень уверенно мы давим. А вот и Румыния вступает в Антанту. И на этом моменте ловушка захлопнулась. Хотя нас здесь тоже будут атаковать, но мы сейчас вот это ликвидируем, окружение. И сможем помочь немножко Румынам. Тут интересная ситуация. Италия побеждает в Африке. Каким-то образом она вот отсюда запушила Британию. Но на севере Франция их пушит очень уверенно. Здесь же они вообще остановились. Пока что настоящее продвижение только в Италии и у нас на севере там вот. Кенигсбергом. Плюс сейчас мы потихоньку добиваем австренгерские войска. И да, окружение готово. Ловушка Джохера захлопнулась. Можем начинать ликвидацию войск окружения. И мы исследовали первые тактические бомбардировщики. Отлично. Их тоже стоит добавить к нашему производству. Фотки конечно вот мы в первую очередь добавляем, потому что у нас очень много тратится. Но скоро мы поезда достроим и можем их чуть-чуть уменьшить. И плюс истребители тоже очень много строим на самом-то деле. Стоит нам чуть-чуть вот сюда тоже отправить. Я думаю уже как бы пора. И вот мы уже штурмуем Кенигсберг. И в принципе мы его практически взяли. Очень успешно наша здесь атака прошла. Здесь тоже чуть-чуть осталось для того, чтобы окружить и уничтожить. Но я чувствую Румыния вот-вот уже капитулирует на самом деле. Да, так и есть. Нужно будет, я чувствую, вот отсюда войска перетянуть. Даже, наверное, давайте сделаем это уже. Здесь так-то уже может одна армия располагаться уверенно. Так, следовательно, вот эту армию мы перебрасываем в Румынию. Надо помочь румынам защищаться. Поехали туда. Вы же здесь занимаете позиции пошустрее. Сейчас будем планировать новую атаку. Пускай по бонусу планирования наберут. Нас видите здесь много кто неплохо так обучился. А еще настало время первой артиллерии в нашу дивизию отправлять. Мы берем за это одну пехоту. Но я думаю, мы можем себе это позволить. Прочности, конечно, потеряем много. Давайте как-то вот так, возможно. Не, ладно, так слишком дорого. Давайте тогда пока вот так, просто. Да. И уже нормально будет, получше. И все-таки Румыния капитулировала, к сожалению. Что с этим поделось? Только пойти покрасить все вот это вот. Будем сейчас впивать все территории. У нас отменилась всеобщая мобилизация, потому что у них стало слишком мало фабрик, вы понимаете? У нас стало слишком много военных заводов. Германия, конечно, слаба. И уже идет достаточно долго этот конфликт. Мы смогли снова окружить здесь австрийские войска. Они сюда вот на территории запошли. Здесь мы уже продвинулись почти до вот этой вот реки, собственно говоря, очень уверенно. И я думаю уже скоро мы пойдем в полномасштабное наступление здесь. Как только, я думаю, здесь сможем стабилизировать фронт. И плюс немножко запасов пехотного снаряжения поднять. Да, у нас все-таки очень большой минус. И я думаю, стоит вот об этой армии забыть. И видите, все еще у нас минус, вон, 10 тысяч. То есть надо восполнить. Будет перед полномасштабным наступлением. Плюс еще самолетиков тоже поделать. Это тоже займет какое-то время. Но в целом мы уже начали их производить. Это нашим войскам очень неплохо должно помочь в будущем. Вот. Да, я думаю, можно эту серию подзакончить. Мы уже начинаем наш наступательный действие потихоньку. Восточную Пруссию мы уже взяли. Союзники пока что мнутся и ничего не делают. Мы еще и в Австро-Венгрии здесь смогли горы занять. Это, кстати говоря, очень важно. Потому что здесь у нас, видите, уже полмы всякие, равнины, где-то лес. Самые вот эти вот страшные горы были преодолены. И в Румынии тоже. Главное, что мы горы задержали. Здесь будут равнины. Здесь уже мы сможем пробиться более-менее нормально. Вот. И в Италии у союзников, у наших, дело так себе пошли. Они уже не могут особо пробиться. Потеряли мы всего 300 тысяч. Союзники наши потеряли еще 800 тысяч. Страны державы потеряли 2 миллиона. Очень серьезные цифры. Причем, видите, большую часть как раз-таки у Германии забрали мы. Потому что они просто как безумные долбились об нашу оборону. Вот. На этом серия заканчивается. Так что, ребят, с вами был Дубгай. Обязательно подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.